Бродящих по свету и развращающих души Приветствую, дорогие! Эпизод седьмой «Мглы» под названием «По реке и через лес» показывает, что персонажи, оказавшиеся в тумане, подвергаются большему риску, чем кто-либо из людей, которые населяли вообще повести Стивена Кинга. Некоторые идут на иррациональные риски, вроде обитателей церкви, чтобы ответить для себя на вопросы, вероятно, всей жизни. Другие по-прежнему не спешат бежать наружу, выбирая, наверное, логично плохое место сожития с сумасшедшими. Шоу также показывает, что все более замкнутые группы принимают глупые и ненужные риски, которые бросают вызов логике и здравому смыслу. Интересно при этом, что происходит это не всегда, потому что их мозг поразил эффект затуманивания мглой. Некоторые из рисков имеют смысл. Управляющий торговым центром ГУС грызет за закрытыми дверями своего офиса сладкий баточек, в то время как снаружи народ скоро, кажется, начнет друг друга убивать из-за ограниченных припасов еды. Он, несомненно, понимает, что может оказаться как минимум выпихнут за пределы ТЦ, а то и вовсе убит, если его тайное увлечение обнаружат. Но можем ли мы его обсуждать? Он сидит в своем кабинете, это его личный тайник. Военные уже в пути, так думают остальные. Он даже не выглядит особенно виноватым, когда утверждает охраннику, что его власть ограничена здесь, когда тот просит больше еды. Но в том же торговом центре мы видим, как Алекс почти уже разомлела и простила Джея, которого ранее обвиняла в изнасиловании. И в логично включает строгую мать, ругая дочь по делу, но получает протест от дочери подростка. Вообще, эта предсказуемость действий подростков, шоу и реакции на нее матери – самая слабая часть сериала. Убрав ее совсем, создатели бы только выиграли. Но, видимо, таким решением была надежда привлечь более молодую аудиторию и в то же время мамочек-клуж. Однако, кажется, это не работает. В итоге, Алекс бросает вызов своей матери, как будто они находятся на противоположных сторонах, заставляя поддерживать звездного защитника. И Ив терпит его. Она сердит лицо, ворчит, но в конце концов малолетки берут ее за жабры. Кевин и его группа, которая теперь включает в себя бывшего гейн-ненавистника, который теперь не боится держаться за руки с Андрианом Гафом, вынуждены укрыться в единственном месте в больнице, где двери безопасны – психическое отделение. Местный обитатель психушки видит в людях хорошее и плохое. Он отозвался о матери Мии, как одной из добрейших душ, которая прошла через больницу и увидел плохое и уродливое в Кевине его банде. Он долго смотрит на Эдриана и решает, что тот должен умереть. Кевин действительно сделал поворот. Злое влияние тумана, кажется, овладело им. Он переступил через пропасть, когда обстоятельства заставили его убить своего брата. Сегодня мы видим, что это было только начало. У него есть вкус крови, и он все более захватывает его. Прежнее звучание голоса нерешительности заглушается, и Кевин уже ведется на провокацию психа, забивая его трубой. Кажется, Кевин уже сейчас ощущает себя ответственным за эту небольшую группу выживших, и в нем даже немного можно увидеть поехавшего Рика Граймса из пятого сезона. Мия, кажется, после встречи с призраком матери, действительно решает выбрать иной путь. Ей хочется кому-то доверять. Она хочет тоже верить. Она принимает средства для очищения организма от наркотика, которую люди обычно переносят, находясь под общей анестезией. Ей плохо, ее трясет. Она уже готова вернуть все обратно. Вероятно, туман несет не только хаос и смерти. Туман еще катализатор изменений в людях, причем не всегда отрицательных. Это видно по Мии. И кажется, теперь она нашла друга, который не бросил ее, несмотря на все грехи и мольбы. Брайан, оказывается, не Брайан, а Джона. Он всегда был Джоной, но, вероятно, злые люди в результате опытов заставили его стать Брайаном Хантом. Мию, кажется, также испортили злые люди, начиная с плохой матери, выгонявшую девочку из дома с детства, и заканчивая, кажется, наркодилерами. У Джона есть воспоминания, вызванные мукой Мии. Проект «Наконечник стрелы», кажется, проникает в его сознание. Мы никогда не знали, что это за проект в книге. Но совокупность доказательств указывает на военную базу, вероятно, как основную виновницу Тумана. Начальник полиции также делает смелый выбор. Он снова оказывается на распутии и, в конце концов, принимает решение, кажется, на основе совокупности грехов отца Романова. И ему это достаточно. После 15 лет пребывания на службе, Конор Хейзел устал от ужасных преступлений. На прошлой неделе мы увидели, как он очеловечил сумасшедшую леди, а на этой он так же, как и Кевин, выпустил животное из себя. И снова из-за миссис Рейвен. Он бьет священника, который не признается. Это, в свою очередь, толкает отца Романова на еще более прометчивый поступок. И они вместе с Натальей Рейвен совершают свой собственный странный выбор. Это, пожалуй, самый забавный момент всего шоу. Они решаются выйти в туман, тем самым, чтобы тот решил, кто прав в их больном споре. Священник надевает свои лучшие одежды, чтобы отважиться на туман, в то время как любящая природу миссис Рейвен решает представить перед Гой, в чем матерь дела. И когда 4 или 5 всадников апокалипсиса приходят, чтобы забрать кого-то, они решают, что легче прихватить с собой чувака в одеяниях, нежели голую бабу. Вообще, конечно, создатели пошли на достаточно рискованный шаг, особенно для российских реалий, где за слово против религии можно сесть. Кажется, если исходить из теории, что все произошедшее в тумане с людьми происходит на основе их страхов, значит и Романа в своей вере, наверное, больше всего боялся этих богатырей апокалипсиса. С другой стороны, возможно, таким образом создатель шоу, сделав выбор между религией и природой, указал, что христианство имело, скажем прямо, очень много нелицеприятных страниц своей истории, а потому за свои грехи и поквитался его ставленник. Подытоживая, надо сказать, что хотя последние две серии шоу несколько ускорили темп, сериал до сих пор задает нам только вопросы и мало намекает на их ответы. Шоу продолжает играть на ожидании чего-то, вот только кажется, что такие ходы только губят и без того слабый продукт. Также сериал много времени тратит на проходных персонажей, вроде Алекс, Джея, Эдриана и другого гея, их пустые поступки, тормозя основную конву, связанную с мглой. Они неинтересны и без конца, в итоге получается слишком много конфликтов во имя конфликта. Ну и как же без пасхалок в серии с другим книгом короля? Их здесь немного, а точнее одна, которую я заметил. Кажется, мгла нырнула глубоко полностью в библейскую территорию на этой неделе с появлением четырех садников Апокарписа, которые бесцеремонно убили отца Романова и утащили его. Мало того, что это еще раз демонстрирует, что туман воздействует на индивидуальные страхи людей, это также напоминает нам о той же борьбе, что и противостоянии. Этот эпический роман Стивена Кинга также противопоставлял две разные системы убеждений друг к другу, а страшного Рэндала Флэга часто сравнивают с садником смерти, который распространяет чуму и смерть, подобно вирусу. Кстати, Рэндал Флэг это также альтер-эго того самого человека в черном из темной башни. Если вы еще увидели в серии какие-то отсылочки к Кингу, пишите об этом внизу. Ну а пока это вероятно все. Спасибо вам, что смотрите, поддерживаете канал рублем и даже иногда репостите видео. Для меня это крайне важно и мотивационно. Сейчас же обязательно подпишитесь на канал, если еще не сделали, и нажмите колокольчик, чтобы знать, когда выходят новые ролики. Ну и роликом этим самым не забудьте поделитесь. Роликов, кстати, уже много и каждый сможет найти на свой вкус. Кстати, советую посмотрите, например, мое мнение о многострадальной темной башне. Или если хотите узнать, что в общих чертах будет в 8 сезоне Ходячих, то посмотрите мой уже старый обзор на всю всеобщую войну. Ссылки все будут в описании и сейчас на экране. Ну а пока, пока.